Во Фрузинском районном суде Владивостока началось очередное слушание уголовного дела об избиении московского репортера Павла Брыкина. На скамье подсудимых двое работников службы безопасности ОАО Владивостовский, будто щебеночный завод. Предприятие принадлежит Андрею Пушкареву. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воспрепятствование законной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации с применением насилия. Максимальный срок наказания – до 6 лет лишения свободы. Напомню, журналист программы «Дежурная часть» Павел Брыкин приехал в Владивосток с редакционным заданием – снять сюжет про главу города Игоря Пушкарева. Но, как заявил Брыкин, неизвестные угрожали и применили насилие во время записи репортажа с братом мэра Андреем Пушкаревым. Они пытались повалить меня на землю, оттолкнули меня в сторону, я потерял равновесие, облокотился правой рукой на перила клумбы металлические. Они пытались выхватить у меня камеру, в этот момент говорили мне, что мне не нужно здесь ничего снимать, чтобы я не лез в это дело, и что они со мной обязательно разберутся. Предполагаемых нападавших на журналиста задержали сотрудники Следственного комитета. В июле фигурантам дела суд назначил меру пресечения, домашний арест и электронные браслеты на ноги до середины декабря этого года. К рассмотрению дела по существу суд приступил 21 сентября. Поскольку потерпевший не мог лично присутствовать в суде, было принято решение допросить его дистанционно с помощью видеоконференции. Но сделать это в назначенный день не удалось, так как репортер без уважительной для суда причины не явился на онлайн-заседание. Что вызвало негодование у суда. По словам присутствующих на процессе, суд обратился напрямую к коллеге Павла Брыкина, которая была в зале, в отличие от потерпевшего, с просьбой доложить руководству Брыкина и повлиять на него с целью вести себя по отношению к суду этично и законопослушно. Честно говоря, причину неявки нашего потерпевшего Брыкина Павла до сих пор не знает ни сторона защиты, ни сторона обвинения, ни суд. Было заявление от самого потерпевшего, которое представлено суду. Согласно данного заявления, наш потерпевший полагает, что он дал следствию полные исчерпывающие сведения. Сегодняшнее заседание было посвящено исследованию материалов уголовного дела. На это ушло около часа. Присутствовали на процессе обвиняемые адвокаты и журналисты. Однако представителей ВГТРК на этот раз в зале не было. Допрос Павла Брыкина перенесен. Точное число пока неизвестно. Либо на 19 октября, либо на 26. К слову, Павел Брыкин уже не раз был замечен в потасовках. В 2011 году начальник ГИБДД Приморья Александр Лысенко, пытаясь уйти от вопросов журналиста, чуть не задавил того личным автомобилем. А летом 2014 года его избил неизвестный в Москве во время съемок сюжета о самоубийстве высокопоставленного полицейского. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на восьмом. И муниципальных предприятий. И муниципальных предприятий.